Великобритания готовится к первому визиту Дональда Трампа в качестве президента США. Приглашение от королевы он принял еще полтора года назад, но все никак не решался приехать. Как британцы планируют встречать Дональда Трампа? Об этом расскажет Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Так готовятся к приезду президента США в резиденции американского посла в Лондоне. Здесь возводят высокий металлический забор и устанавливают бетонные блоки. В этом особняке Дональд Трамп остановится после прибытия в Великобританию в четверг поздно вечером. И хотя дом находится в парке, насладиться тишиной президенту не удастся. Тут его уже будут ждать протестующие британцы. Этот день станет историческим. Грядущее поколение будут спрашивать, а ты протестовал против Дональда Трампа? Что ты сделал, чтобы выразить несогласие с Трампом и со всем, что он представляет? Поэтому мы и выйдем на улицы, и нас будет очень много. Протесты против американского президента обещают поддержать 57 тысяч человек. Эта акция будет самой многочисленной. График Трампа составлен так, что непосредственно в самом Лондоне он проведет минимальное количество времени. Но это не остановило протестующих. Они собираются сопровождать его по всему маршруту. В пятницу утром будут пикетировать загородную резиденцию премьер-министра Чекерс, где Трамп и Мэй встретятся за завтраком. А вечером протестующие отправятся в Виндзор. Там президента с супругой будет принимать ее величество королева. Аккуратно, медленнее. А этот шестиметровый воздушный шар запустят прямо в сердце столицы, на площади напротив Биг Бена. Деньги на создание оранжевого младенца в виде Трампа собирали всем миром. Петицию с просьбой о запуске этого шара подписали более 10 тысяч человек. Мэрия Лондона долго думала, разрешать ли такую своеобразную акцию. И в результате дала добро. Мы видим, что у Трампа раздутое эго. И когда что-то идет не так, как ему хотелось бы, он выбрасывает игрушки из своей детской коляски. К тому же он очень остро реагирует на насмешки над ним. Так что мы подумали, что этот шар лучше всего изобразит Трампа и одновременно заденет его за живое. Конечно же, Трамп посетит Шотландию, оттуда родом его мать, и там он владеет гольф-клубом. Сам американский президент предпочитает игнорировать новости о готовящихся массовых протестах в Британии. Но статус его визита понижен. Он рабочий, а не государственный. Поэтому не будет ни поездки в позолоченной карете, ни пышного банкета в его честь. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.